Массовые мероприятия отменены. Кинотеатром и торгово-развлекательным центром рекомендовано приостановить свою деятельность. Медицинские службы работают в режиме повышенной готовности, а образовательные учреждения переведены на свободный режим посещения. Борьба с коронавирусом – общая задача для всех структурная. Заседания оперативного штаба также введены меры по противодействию инфекции. В зале, как и во время всех больших мероприятий, установлены обеззараживатели воздуха. Особой ответственности внимательно сейчас требуется от всех, отметил глава Кубани. И здесь важно помнить не только о своем здоровье, но и об окружающих. Важно сегодня, безусловно, выявлять вирус. Важно. Но намного важнее предотвращать его распространение. Намного важнее. Тогда и выявлять не придется. Вот мы должны все это понимать. В первую очередь, как бы ни говорили мы, это самодисциплина. Вот самодисциплина в данной ситуации выходит на самую первую позицию. Должно быть полное понимание, что ситуация сегодня на самом деле непростая. С точки зрения даже не то, что собственного здоровья, собственной жизни и жизни близких людей. Мы должны сейчас обработать все вместе. Еще раз подчеркиваю, все вместе. Такие меры, которые на самом деле позволят нам не допустить распространение вируса в огромных масштабах в нашем крае. Понятно, что он жил и есть. Купируем, выявляем, изолируем. Но массового распространения быть не может. Глава Кубани также поручил усилить контроль за соблюдением карантина теми, кто вернулся из стран очагов инфекции. Во всех муниципалитетах уже сформированы обсерваторы, где при необходимости смогут разместиться люди, приехавшие из-за рубежа. 60 миллионов рублей из федерального бюджета выделили на закупку необходимых медикаментов и оборудования. Средства предусмотрели и в краевой казни. Мы из краевого бюджета уже выделили из резервного фонда дополнительно 56 миллионов рублей на закупку медикаментов, медицинского оборудования, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких, то есть того специфичного оборудования медикаментов, которое используется для лечения этой коронавирусной инфекцией. Самый опасный вирус – это вирус паники. В социальных сетях то и дело придумывают количество заразившихся или же говорят о нехватке лекарств и продуктов, только нагнетая ситуацию. В крупных городах края ажиотаж действительно наблюдается, однако это связано не с отсутствием товаров, а с завышенным спросом покупателей. Заместитель губернатора Василий Швец докладывает, на складах уже сформирован месячный запас товаров. Вениамин Кондратьев акцентирует, полки магазинов должны быть заполнены всем необходимым и днем, и вечером. Паника, которая сеется в первую очередь из социальных сетей. Людям мы же тоже не запретим идти в магазины и скупать все, что можно скупить. Мы, главное, должны обеспечить магазины продуктами первой необходимости. Вот это принципиально важно. И даже если они будут скупать опять, коллеги, еще раз обеспечить. Потому что у страха глаза велики. А сегодня очень активно этот страх вызывается, еще раз подчеркиваю, интернетом, слухами, разговорами, притом абсолютно беспочвенными. А самое главное, надо контролировать и цены на эти продукты и товары первой необходимости. Чтобы не получилась спекуляция в огромных масштабах. То есть для кого-то сегодня задача просто покушать, а для кого-то заработать. На этом спекулятивном ажиотаже. Именно спекулятивном. Поэтому я, Василий Александрович, прошу вас вместе с управлением потребской сферы контролировать цены на продукты питания и товары первой необходимости. Ситуация стабильна. Дефицитов товаров нет. Действительно, мы мониторим вместе с муниципалитетами, департаментом потребской сферы, мониторим ежедневно по всем федеральным и крупным городским сетям порядка двух тысяч магазинов ежедневно во всех муниципальных образованиях нашего региона. Эпидемия коронавируса стала серьезной проверкой для бизнеса. Ведь меры ограничения распространяются на точки общепита, кинотеатры и торговые центры. Поэтому особенно важно в сегодняшних условиях не оставить предпринимателей наедине с проблемами. В соответствии с распоряжением правительства нужно ограничить любые внеплановые проверки бизнеса. Нельзя допустить, чтобы такой значимый сектор экономики пострадал из-за резких форс-мажорных ситуаций. Венимин Кондратьев также поручил проработать вопрос от срочки уплаты коммунальных платежей для бизнеса. Что касается бизнеса, давайте еще внесем постановление, чтобы запретить в рамках сегодняшней ситуации контролирующим службам осуществлять любые внеплановые проверки бизнеса. Здесь, Андрей Трульевич, я вам хочу поручить провести совещание со всеми энергоснабжающими организациями и договориться именно о подсрочке, еще раз подчеркиваю, всех коммунальных платежей. Есть, понял. Ну и что касается арендных тоже платежей, здесь надо посмотреть. Ну, коллеги, и налоговые в том числе. Вот здесь надо проработать комплекс в мире для того, чтобы облегчить сегодня бизнесу бремя выживания, иначе не скажешь в этой ситуации. Особого внимания требует социальная сфера. Инвалиды и пожилые люди не должны остаться без поддержки, отметил губернатор. Их нужно обеспечить продуктами и медикаментами. Кроме того, в центре внимания оперативного штаба работа детских садов, школ и вузов, которые переходят на дистанционное обучение. Чтобы не отрываться от учебного процесса, для школьников и студентов организовали образовательные интернет-порталы и пополнили электронные библиотеки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.